Давай лучше позовем человека в студию, который каждый день варится в новостях. Никиту Белугину. Ну, давай. Ты, может, возьмешь мандарин у меня? Никита, привет. Привет. Слушай, расскажи, как у тебя год прошел, как твои дела? Ну, вообще, в принципе, неплохо. Я, конечно, как и у всех, у меня планы все порушились из-за ковида. Но в итоге мы решили съездить в автопутешествие по Краснодарскому краю. Границы были закрыты, и мы решили поехать вот прям по всем основным городам. Объехали все Черноморское побережье, заехали даже в Крым для галочки. Объездил... Типа наш, да? Ну, да, хотя бы, да, чтобы побывать по этому мосту проехаться. Кстати, впечатляюще. И объехал все достопримечательности местные. Очень круто было. Ну, вот, путешествую на целый месяц. Так что, несмотря на то, что доходы, конечно, просели в целом, но путешествие это было здорово. Больше ничего такого примечательного не было. Сколько ты зарабатываешь? Такие вопросы лучше задавать Дудю и на интервью Дудя. В этом году, на самом деле, с основных источников на 50% меньше. Но благодаря тому, что в марте было падение, и у меня еще было свое кафе, я его продал прям аккуратно за две недели до всеобщей самоизоляции. Вот мне очень повезло его продать. А чуваку не повезло? А, да. Ты его как бы подставил. Да нет, но... Как Тинькофф. Да, но все-таки здесь мне просто повезло. Ему не особо. Вот. И там тогда же еще я продал попутно машину свою. И как-то так все получилось, что я все вложил как раз в акции на мартовском падении. Я тогда очень увлекся этой темой. И решил, ну, раз у нас такая хрень происходит в мире, то вот в акции хотя бы вкинул. Как раз они все упали. Наверняка они потом поднимутся. И я не прогадал. Вот. Они поднялись. Потом я уже другую машину купил. Можешь рассказать самые яркие новости 20-го года? Ну, давай вам поведаю. Вот. Я подготовил любопытную статистику по увлеченности по всем своим постам. Именно из группы ВК. Вот. В Инстаграме там немного другие были. И вот если смотреть на цифры, то больше всего за весь год люди поддержали пост про коронавирусное ограничение. Ну, это логично. У нас весь год про этот коронавирус. И там вот пост был. Девушка написала на бумаге просто и коротко. Оплатите мою съемную квартиру, накормите моих детей, я останусь дома. Вот. Это был самый, получается, топовый пост за 2020 год. Ну, конечно, не только этим запомнился 2020 в Химках. Событие было у нас выше крыши. Итак, Блиц. Январь. Самая актуальная новость. Это в Лиге вместо гипермаркета «Карусель» перекресток теперь стал. Вот такая вот новость. Вот это просто браво вообще. Да, вот просто вот там акции есть. Бургер Кинга? Нет, просто перекресток. Мне тоже дамом обороны открылся, кстати, еще в этом году. Это вторая новость была по популярности. Я вот не шучу. Вот почему-то... Прямо, как Сыченко упали акции «Перекрестка». Боже мой, туалетная бумага 89 рублей. В общем, в январе выбрали именно эту новость. В февраль. Хим Чан очень удивила новость о том, как в ЖК «Солнечная система» местные жители нашли огромные незаконные жилища гастарбайтеров, которые заняли все подвалы и всякие подсобные помещения. Вот. Там тоже куча разных комментариев и активности. Солнечная система – это всегда беспроигрышный. Солнечная система – это просто какой-то бесподобный ЖК. Все новости у меня оттуда. Вот просто какая-то кладезь новостей непонятная. Март. Активная фаза коронавируса началась. В самоизоляции. Всеобщая самоизоляция. И люди в ажиотаже начали скупать все подряд. Но самым популярным постом стало фото, как люди закупают тонны туалетной бумаги. Вот просто вышли, и несколько тележек туалетной бумаги человек укупил себе. Леша, акции. Сральная академия просто. Да, не апрель, не беспилит. Апрель. И снова у нас в эпицентре событий COVID-19. И тут больше всего активности было уже по поводу блокпостов, пропусков, штрафов. Вот это вот все, я думаю, это не забыть уже никому. Это, разумеется, было уже после поста про оплатить мою съемную квартиру. Я останусь дома. Это уже второй пост популярности. Потому что тот был тоже в апреле. Слушай, а ты сам вот сидел прямо дома? Вот прямо дома сидел. Я имею в виду, что не нарушал вообще ничего. Там дальше 100 метров без разрешения. Нет, тут была такая история. Значит, невозможно уже было сидеть. Ну, днем мы не выходили, действительно, а гуляли уже ближе к ночи. Вот. И, ну, вот как раз с женой мы вышли погулять. Заходим за переулок и видим, стоит Бобик полицейский. Вот. И там кого-то уже штрафуют. Вот. Они на нас так сразу все посмотрели. Мы друг на друга. И сразу побежали к подъезду обратно домой. Вот. Поэтому таким образом я избежал штрафа. Ну, а так я старался, конечно, дома сидеть в основном. Ну, значит, май, почему-то никто не смог пройти мимо водителя, который загнал свой внедорожник в реку Клязьма. Вот. И там вот он просто плавал, этот внедорожник, прям по речке. Июнь. Как мы все помним, было голосование за поправки в Конституцию. Кто-то разрисовал бетонную стеллу на пересечении Ленинградки. Да, я помню. И Международного шоссе. Да, вот прям активная новость была. Там уже в таком же месте, на такой же стеле была разрисована подлодка Курск, как дань памяти. Вот. Рядом добавилась Конституция. Но, к сожалению, это все быстро закрасили, конечно же. Значит, июль. Счастье. Ну, да, как посмотреть. А то нас могут потом закрыть. Я думаю, закроют скорее художника, которого это все нарисовал. Значит, июль. У нас были красивые летние грозы с молниями, и всем очень зашли вот фотки этих молний пост-фотками просто. Как будто вот сам Зевс и Тор поспорили, у кого круче будут эти молнии. О чем ты подумала, Ален? Я? Что у них круче было? Молнии, конечно. На куртке. Кого круче? Да, значит, август. Конечно, тут опять у нас небезызвестная ЖК-солнечная система. И две столицы, жители которых вышли за постройку перехода. Вот, я думаю, тоже все это помнят. Да не забыть. Да, народный сход этот. В итоге жители добились своего, и им пообещали все-таки уже построить прям 100% этот переход и станцию, которая будет включена в МЦД-3. Сентябрь. Тут уже главная новость стала не про Химки, а про Куркина, как ни странно. Всем зашел безумный пост про новый открытый японский сад красивый. Вот. И там прям реально место для фотографий топ-1 теперь у нас под блоком у Химок. Итак, октябрь. Вышло разоблачение от подписчицы про бизнес ритуальных услуг, которое очень много наделало шуму. Даже затмило новости про репинскую развязку. Причем с огромным отрывом, что меня безумно тоже удивило. Хотя постов про штрафы вот на кругу улицы 9 мая выставляло просто бесчисленное количество. Скажи, что за вот ритуальная такая была история странная? Там очень огромный пост. Вкратце, что подписчица просто вскрыла всю подноготную, когда у нее умер родственник. И там, ну, из банального очень сильно накручены тарифы, как вот они все пытаются обмануть обычных людей на горе, на таком нажице. Вот такая вот история. Но в ноябре все-таки репинская развязка взяла свое, и очень многие химчане за это время, вот за весь октябрь и ноябрь, успели проштрафиться на 750 рублей. Это вот как раз цена штрафа, со скидкой причем, а без скидки полторы тысячи. И в итоге те, кто получил штраф, решили выйти на народный сход. Ну а в декабре вот этот вот пост затмил все остальные по активности. Он был самым популярным. И давай тогда пожелай, наверное, нашим зрителям чего-нибудь хорошего в этом году. Дорогие химчане, осталось совсем немного времени до заветной даты, до нового 2021 года. Что он нам принесет, я не знаю. Но я устал. Я ухожу. Шутка, не дождетесь, конечно. Значит, я хочу всем пожелать здоровья в 2021 году и надеюсь, что с ковидом будет покончено. Потому что, ну, это уже просто всех достало, действительно. И здоровье, на мой взгляд, самое актуальное, что не на есть поздравления. Вот, так что с наступающим! Ура! Чокнемся, булатина! Ура! Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok